Слава Иисусу! Аллилуйя! Чудесно ходить с Господом! Аминь! Возьмите на Материанского и скажи, я рад сегодня тебя видеть здесь и садись в присутствие Божьем. Благодарим вас за чудесное прославление. Тем, как вернуться к слову, я скажу, что у нас несколько дней назад, два дня назад кончилась очень чудесная молодежная конференция. Где-то 200-300 молодых людей участвовали на этой конференции. Это было до 16 лет, и они были очень благословены. Я хочу глубокое благодарение выразить тем, которые организовали, которые проповедовали на этой конференции. И если вы здесь, пусть Господь очень благословит вас. Можете встать, и мы увидим вас, организаторов, потому что вчера было очень много, и сегодня я прошу, чтобы вы встали. Кто из вас? Или вы были вчера? Да, Господь, пусть благословит вас, организаторов, тех, которые участвовали. И я также хочу поблагодарить всех наших пастырей, потому что я думаю, что это очень хороший шаг, который делают наши пастыря. И они устроили бесплатное питание для всех детей. И так все дети, они бесплатно ели горячую пищу, они счастливы. Мы благодарим всех наших региональных пастырей. Пусть Господь благословит вас. Я веню, что мы так должны продолжать, потому что это слово от Господа мы получили. И чтобы здесь организовывать церковь, которую не одолеют врата ада на Ближнем Востоке для пробуждения, мы хотим получить. Скоро внизу будет готово. Я уже ожидаю, вот так как бы сказать, от всего сердца я ожидаю, когда наше бесплатное кафе откроется. Знаете, у нас будет бесплатное кафе внизу, и там мы будем наслаждаться. Я уверена, что после служения снова будет служение. Люди пойдут туда, они будут пить кофе, чай. И, конечно, если кто-то очень богат, хочет, нуждается в капучино, он может пойти и в центре города, может наслаждаться капучино. Здесь, конечно, будет немножко меньше, но чтобы всем досталось. И я хочу быть примером, что церковь это не было бы место продаж, а чтобы церковь была бесплатным местом. И здесь уже начинается, ты видишь книги, которые мы даем, мы уже даем бесплатно. Хотя бесплатно не ценится так, но мы хотим, чтобы каждый из вас мог читать, и для каждого было доступно по нашим силам. Конечно, в этом кафе будет много книг также, чтобы каждый человек какую бы книгу хотел бы, взял бы. И, конечно, книжный магазин также будет работать, если книжный магазин это не источник обогащения, на эти деньги снова печатаются книги. Если кто-то хочет делать подарок, он может купить книгу. Но если у тебя нет суммы денег, ты можешь сесть внизу и читать. И, конечно, это будет место, которым будет разрешено брать книгу. Не красть, а брать книгу. Если мы скажем нельзя, это воровство будет. Но я скажу, сколько хотите, берите. Это уже не воровство. Я скажу вам. Если я скажу, возьмите сколько хотите, на самом деле меньше возьмут, чем если я скажу нельзя уносить. Я помню, когда я был маленьким, и я родился в Ереване, и вырос в Ереване. Я не знаю, это было в районах или в деревнях, было или нет этого. Но я не знаю, почему. Знаешь, это во время Советского Союза, вы помните, кто жил в эти времена. Он помнит, что не было бы дома во время сезона, чтобы не было фруктов. Конечно, и сейчас, но фруктов, их было много. И люди, если покупали помидоры, они по килограммам. Я помню, в те времена, не знаю почему, мы корзинами всегда покупали. И моя мама всегда покупала корзинами, приносила. И арбузы также. Они всегда под кроватями были. Это обычная вещь была. Всегда должны быть арбузы. Не знаю, почему под кроватями. Мы в этом аромате выросли. Конечно, очень много рассказывать можно об этих временах. Но я одно помню. Несмотря на то, что виноград всего было полно в нашем доме, мы любили идти и красть с огородов наших соседей. Я не знаю, это адреналин был или виноград был вкусным, что мы хотели высвобождать этот адреналин. Адреналин, молодые люди. И мы шли, чтобы украсть оттуда что-то. И знаешь, соседи у нас были. И они даже в колючках заборы ставили и большие двери. И мы не понимали, что перед молодыми людьми не выдержит никакая колючая проволока. Если они хотят украсть этот виноград, они украдут. И не знаешь, почему, как. Чем больше они делали этой ограды, тем больше мы хотели зайти туда и взять. И мы заходили и брали, и у этих соседей, ну знаешь, самый сильный был крик соседей, которые выходят, это кто такой? И нам очень нравилось то, что мы сделали. И также у нас другие соседи были. У него был другой сад и участок земли, и там он выращивал виноград и абрикосы, и другое. Он сказал по-другому, я не буду ставить двери. Дверь открытая, ребята, сколько хотите берите, сколько хотите ешьте. Это уже было неинтересно для нас. Не было вот этого вот на самом деле, вот это, что сердце того и так стучит. Этого не было. Он сказал, сколько хотите ешьте, как хотите. И знаешь, что получилось, что время не прошло. И там туда никто и не заходил, оттуда ничего никто не брал. У нас парень был соседский, он сказал, никто сюда не заходите, потому что я буду отсюда забирать. Я заберу к нам домой, чтобы выросло. Так как места не было, все стали становиться хозяевами, защищать этот сад. Потом пришел сосед и забрал, и ты никому не осталось. Я понял, сколько свободы, тем меньше воровства. Воровства много, когда мало свободы. И так возлюбленный. Конечно, я не говорю, что церковь будет воровать книги. Знаешь, я очень против Ленина, но две вещи сказал хороший Ленин. Это вор книги, это не вор, потому что он ворует, чтобы читать. Мы будем делать так, чтобы это по закону взять. Если кто-то захочет взять, пусть берет. Конечно, я ожидаю, и я хочу поблагодарить и глубокое благодарение дать тем людям, которые каждую неделю приходят сюда и жертвуют какую-то сумму для строительства здания, чтобы мы нижний этаж, который мы строим, чтобы мы быстрее закончили. Конечно, какое-то время еще пройдет, и у нас будет внизу молитвенная комната. Это где-то 400-500 человек будет от молитвы. И у нас будет 24-часовая молитва, там будет служение. То есть 24 часа церковь не будет останавливаться, будут служения. Конечно, там уже готов молодежная комната. Там осталось только вентиляцию сделать. И, конечно, мы ожидаем это кафе. Кроме этого, у нас также есть там молодежный зал, чтобы молодые люди могли собираться там. И молодежный подростковый зал. И кроме этого зала, который мы построили, все вместе у нас также есть еще для 300 человек зал. Также мы строим 400 человек зал, также там до 200 человек. И это уже очень хорошо, что время конференции у нас будут мастеры-классы или другие вещи. Мы готовимся в апреле, 7 апреля. То есть в этом году не 8 марта будет женская конференция, а 7 апреля. Знаете, почему? Потому что мы поняли, что 8 марта не все, кто приходят. Мы поняли, конечно. Почему? Потому что кого-то пригласили, кого-то не знаю что. И не все, которые могут участвовать. Но так как наш народ, единственный народ, который один месяц празднует женский месяц, если скажешь, что армянский народ не уважает женщин, не верь. Потому что мы празднуем один месяц, а у мужчин нет ни одного. Знаешь, я подумал вчера, знаете, некоторые праздновали этот Halloween, одевали эти бесовские маски и пугаются. Это бесовский праздник, который пришел из Соединенных Штатов. Почему плохое быстро приходит, а хорошее нет? Также есть праздник Отца в Америке, также есть День Благодарения, когда просят, когда благодарят Бога. Почему они не берут это? Но сразу плохое приходит. Слава Богу, мы вчера собрались благословить Господа. И когда я зашел в Инстаграм, было написано, я армянин или армянка, я христианка, и я против Halloween. И эта страна, конечно, нам и не нужен Halloween, мы и так испуганы, нас не нужно пугать. Значит, невозможно испугать тот народ, который хорошо испуган. Знаете, что мы в Америке, и у нас немножко по-другому этот Halloween. Я сейчас расскажу в Америке, как в Америке очень страшные маски одевают, и стучат кого-то домой, кто-то открывает, и они так в этих ужасных масках, они берут конфеты, говорят, берите, и дают сладкие конфеты. И так же в Армении, кто-то стучит, кто-то открывает, и говорят, ах, ты ненормальный, и не дают ничего ему. И получают вместо конфеты хороший удар. Одна девушка, которая рассказала, она покаялась в прошлом году, она участвовала на Halloween, одела маску, и кто-то ударил ей по плечу, она ударила сумкой. Не ожидайте от нас конфеты. У нас не принимают бесов, и вообще не будут принимать. В Армении, если ты хочешь получить конфету, одевай одежду ангелов, тогда точно получишь. И почему я рассказал эту историю, я не знаю. Хорошо, проехали. И потому что, на самом деле, я верю, что наша страна благословенная будет, страна она христианская страна будет, и мы будем благословлять друг друга. Вчера у нас было чудесное служение, чудесное Слово, и Церковь, она очень сильно наполненная ушла, и сегодня мы будем продолжать то Слово, которое у нас будет. Все вместе будем наслаждаться Господом. Итак, возлюбленные, сегодня новый день, и мы собрались, и вы здесь, и время, чтобы прочитать Слово Божие, что Бог нам сегодня говорит. Нет, потому что я молился днями, чтобы учить Слово, и Господь дал Слово, которое очень важно, и я потом начал ценить, насколько важно это Слово, потому что оно звучит, но оно очень мало бывает проповедано, без которого невозможно вообще жить. Что это? И это называется надежда. Скажи вместе со мной надежда. И так, возлюбленные, я хочу сегодня говорить о надежде, потому что надежда, она везде есть, но никто не может объяснить, что это. Я изучал, на всех языках есть надежда, представляешь? Знаете, скажем, когда говорят микрофон, допустим, на каждом языке можно сказать микрофон, и ты можешь ощутить его, но знаешь, интересная вещь надежда, когда ты не можешь ощутить, но каждый имеет это выражение, которое называется надежда. На армянская надежда, на английском хоп, и на всех языках это слово есть. Нету языка, в котором я даже смотрел, даже те аборигенские племена, которые живут, даже в их языке это слово есть, надежда. Кажется, что это чувство у всех есть, у всех есть это чувство, но что это? И зачем оно нужно? Очень часто мы не думаем, мы думаем, что надежда приходит просто для того, чтобы нам, где-то утешить нас. Знаешь, что интересно? Что животный мир, у него нет надежды. Чем отличается от животного мира человек, что у человека есть надежда, вера? Есть ложная надежда, когда человек находится в ложной надежде. Есть истинная надежда? И истинная надежда, она никогда не пустыжает. И я один раз говорил с одним арабом в Иерусалиме, он был таксистом, и он вез меня на такси, и он начал говорить со мной, утешать меня, не утешать, что я христианин. Нет, он так, я не знаю, почему ему показалось, что я очень обеспокоен, но он начал утешать меня, что будет все хорошо, мы получим нашу надежду. Я пойду к нему и сказал, в чем твоя надежда, что Иерусалим будет у арабов? И знаешь, что это неоправданная надежда. Очень многие люди верят на неоправданной надежде, потому что Библия не говорит так, народ так не говорит. Это неоправданная надежда. И я помню, что во время мировых игр футбола один ребенок стоял рядом со мной, и смотришь, когда на его телосложение, но вообще не телосложение футболиста, когда смотришь на человека, ты сразу можешь понять, чего он достигнет. И он сказал, я стану футболистом. И где ты будешь играть? Он сказал, ну где могут играть армяне? Естественно, в Барселоне или в Реале Мадриде. В других местах мы не можем играть, поэтому и не играем в других местах. Он сказал, я буду играть в Реале Мадриде. И я понял, что для того, чтобы играть в Реале Мадриде, вообще, наверное, где-то 30 мест есть, но приблизительно уже 100 тысяч человек очереди, чтобы попасть туда. И родители этого ребенка дали, знаешь, недоступную надежду этого ребенка. Я уверен, что мы должны давать недоступную надежду, не недоступную надежду. Конечно, я сейчас могу надеяться, что однажды я буду лететь в космос. Зачем мне это нужно? И если однажды будем летать выше космоса, в Новый Иерусалим, Господу, возлюбленный, и так я сегодня думаю, что надежда очень сильно действует, когда мы правильно направляем, когда говорит Господь, что такое надежда. Давайте сейчас увидим Слово Божие, что говорит 1 Коринфянам 13.13. Написано вот так. А теперь прибывают С3. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Слово говорит, что 3 сейчас прибывают. Давайте будем делать важным важное. И сейчас важно это Иисус Христос. Важно это спасение. Важно это Его крест. Но в этом важном, когда ты живешь, Господь делает важным свое учение, что 3 вещи необходимы христиане. Сегодня много говорит финансы необходимы, то или другое. Но есть вещи, которые на самом деле необходимы нам написано. Это вера, надежда, любовь. Но большее из них это любовь. Я скажу, почему любовь больше? Потому что когда пойдем на небеса, нам не нужно будет веру иметь. Нам не нужно будет иметь надежду. Но любовь нам нужна будет. Любовь нам нужна и здесь, и там. Но вера и надежда, они нам нужны тут. Итак, в Коринфе нам здесь 3 вещи он делает важным. Это вера, надежда, любовь. Сегодня о вере много было проповедовано, но о надежде нет. Я знаю, что сегодня понял в эти времена, что без надежды не бывает веры. Я так объясню вам. Я скоро по Библии объясню вам. Скажу вам, если существует машина, допустим, машина это ты, и у машины есть двигатель, и двигатель это твоя вера. Чтобы вера действовала, тебе должен ключ, чтобы ты включил этот двигатель. И это надежда. Я вот так нарисую. И это наша надежда. Без надежды вера не начнет действовать. Скоро по Библии мы увидим все это. Знаешь что? Тьма, она не может находиться рядом со светом. Ты согласен? Ты помнишь? Вот такая притча есть, когда тьма идет к Богу и говорит, пусть этот свет оставит меня, а куда я не иду, он идет за мной и уничтожает меня. И Бог говорит свету, зачем ты гонишь тьму? Это притча, это не на самом деле. И свет говорит, какая тьма? Свет не знает тьму, а тьма знает свет. И так не может то же самое быть безнадежного надежда. Если ты наполнен надеждой, и с одной стороны будет надежда, и с другой безнадежность, не будет. Или человек безнадежный, или с надеждой. И в конце служения, что мы будем делать? Мы восстановим вас и воскресим нашу надежду. Надежда, которая для тебя польза, для людей, для церкви. Мы вчера молились для надежды, чтобы надежда была восстановлена, что она воскресла в людях. И вдруг в середине молитвы я встал и сказал, здесь есть девочка, сейчас говорит, мою надежду восстановлю, чтобы парень вернулся, чтобы все получилось. И я сказала, это неправильная надежда, она подошла и плакала, и сказала потом, это я. Я молилась, чтобы этот парень вернулся, чтобы моя надежда ожила. Но я поняла, что Бог хочет, чтобы у меня была надежда, чтобы у меня был хороший муж. Мне не нужно просить о том же человеке, мне нужно просить, чтобы Господь благословил мою личную жизнь. Надежда никогда не умирает. Ты скажешь, ну, иногда умирает. Скоро ты услышишь, что получится, если умрет надежда, что произойдет, если ты верующий. Итак, возлюбленный, давайте откроем Евреям, 10 главу, 23 стих. Послание к Евреям написал апостол Павел. Конечно, это не факт, потому что послание к Евреям это единственная книга, которую не знают, кто написал. Но по почерку, оно похоже на почерк апостол Павла, но одно из глубоких книг, это книга к Евреям. Написано вот так, 23 стих, 10-23. Будем держаться исповедание, упование, неуклонно, ибо верен обещавший. Смотрите, что написано. Будем держаться исповедание, упование, неуклонно. Прошу вместе со мной, повтори. Будем держаться исповедание, упование, нужно держаться, неуклонно. Я очень крепко держу этот микрофон. И если я ослаблю свою руку, что случится? Микрофон упадет вниз. Потом мы не избавимся от рук наших операторов. Упадет микрофон вниз. И что написано? Будем держаться исповедание, упование, неуклонно. Кто слышал об исповедании что-то, знаешь, что интересно? Что исповедание, оно бывает исповедание надежды. И если у тебя есть вера, не нужно даже исповедовать, потому что в вере ты видишь это все. Я приведу пример. На этом здании было время, когда у нас была надежда. И знаешь, что мы делали? Мы говорили, что у нас будет пятитысячный зал. И мы так провозглашали, кто понят эти времена. Что кто-то говорит, хорошо, послушай, это невозможно, ты в Армении. Как у тебя будет такой зал? И мы провозглашали, у нас будет. Но однажды наше провозглашение превратилось в веру. И мы увидели этот зал. Мы купили землю, пришла вера. И мы сейчас здесь находимся. Вера знает, что вера, она видна в духе. Физическими глазами ты уже видишь совершенно. Тебе не нужно уже верить за этот зал, уже он есть. И невозможно пойти на Шарджанайнстат и сказать, я верю, что будет это здание. Когда он есть уже. Но существует провозглашение надежды. Когда мы начинаем провозглашать? Когда нет еще веры? Потому что этот двигатель включает. Где-то ничего нету. И ты начинаешь провозглашать и говорить, у меня это есть. И несколько лет назад, 98-й год, по-моему, был, в церкви. В данной церкви стояла одна или две машины Жигули. И я проповедовал снова о надежде. И сказал, что будет время, что у церкви не будет места, чтобы поставить машину. Многие здесь помнят об этом. Были люди, которые подошли мне и сказали, я верю, что одна из них будет моей машиной. И знаешь, они стали провозглашать. Что интересно, сейчас у них есть машина. А были люди, которые сказали, что это невозможно. Сейчас у них нет машин. Очень связано. Конечно, машина это не такая вещь, но показатель. Можно сказать, что не Божья воля, чтобы у кого-то была машина. Божья воля, чтобы ты хорошо жил. Чтобы у тебя все было. Просто это вопрос. Ты будешь исповедовать на свою жизнь? Будешь иметь исповедание невидимых вещей? Очень хороший пример. Чудесный пример. В Библии это написано. Четвертое царство, седьмая глава, с первого стиха. Возлюбленный. Перед тем, как будем читать это место, я скажу, что надежда знает, что рождает, она рождает веру. Без надежды не рождается вера. Итак, место рождения веры, она в надежде. У тебя нет веры. У тебя просто надежда. И знаешь, что ты говоришь? Ты говоришь, послушай, я верю. Скоро в моей жизни будет вот так. Я провозглашаю, что в моей жизни будет вот так. Но вся реальность, она против тебя. И ты в своих молитвах начинаешь провозглашать. Я провозглашаю, что так будет. У тебя нет веры. И однажды с этого рождается вера, заканчивается провозглашение, ты уже начинаешь ожидать. Вера рождает реальность. Без надежды невозможно, чтобы родилась вера. В исповедании надежды. И очень хорошо в 4 царстве описывается, что там происходило. История была о том, что один город, то есть Божий город, он в Голде находится, и пророк приходит и говорит вообще безумные вещи. Всегда пророки знают, что они говорят вещи, которые не близки к разуму. Ассирицы окружили город, и в городе голод. И пророк приходит и говорит, что завтра будет полно еды. Послушай сейчас внимательно. И сказал Елисей, выслушайте слово Господне, так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И ты сейчас скажешь, что за такая мера? Я скажу, не знаю. Конечно, если подумать, это потоннее определение. Но он говорит, что это у дверей будет. Конечно, я могу выучить эти меры, но я не вижу в этом необходимости. Если тебе это нужно, ты сам изучи, посмотри, сколько наш Иосиф любит. Все превращает в цифры. Наверное, на следующем услужении Иосиф, ты это все преврати в цифры. И сколько благословились. Но в чем суть? Здесь написано, это такую безумную вещь, он говорит, окруженному городу, что вот такое будет. И вдруг, послушай, ты думаешь, не говорил бы вообще, сказал пророк, что увидит. Знаешь, не в вере, оно не может не говорить. Существует обратное провозглашение. Знаешь, такое обратное провозглашение? Когда говоришь, что все будет хорошо, ты говоришь, ну да, в моей жизни не знаю, как будет, хорошо ли нет. Послушай, если пророк что-то говорит, поверь. Если служит тебе что-то говорит, поверь. Тебе одно нужно, не противиться и говорить, пусть будет. Тот, кто не хочет, пусть буду я. Не говори, что это невозможно и так далее. Смотри, что происходит. И ответил сановник на руку, у которого царь опирался. Знаешь, я думаю, что этот сановник, он был неправильным сановником. И царь опирался на его руки. На чьи руки опираешься ты? Я думаю, что состояние этой страны было потому, что сановник давал неправильные ответы царю. Знаешь, не всегда в царе заключается неправильность, а в том, кто дает советы. Если ты сейчас в плохом состоянии, на чьи руки опираешься ты и чьи советы ты слушаешь? И если ты слушаешь, говоришь, я хочу делать это дело, получишь, да? И вдруг кто-то со стороны, как будто те, которые тушат огонь, говорят, не получится у тебя, ты не можешь. Получится. Не получится. Послушай, опирайся на руки надежды, если у меня не получится, у кого получится? Этот вид и этот мозг, что у тебя есть. Аллилуйя, слава Иисусу. И это получится. Но этот царь опирался на руки плохого человека, ну, такого, может быть, он был хороший человек, но он был неправильные советы давал, он не верил. И он начинает провозглашать, это просто провозглашение надежды. Я снова читаю. И отвечал сановник на руку, которого царь опирался, человеку Божьему и сказал, «Если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Говорит, если даже и откроют на небе, то не будет. Знаешь, что я здесь замечаю? Что этот царь не просто он не верил Богу. Не то, чтобы он не верил. Он говорит, если бы Бог даже на небе окна открыл, невозможно этого. Провозглашение надежды. Я так думаю. Послушай, одну минуту ты столько вытерпел, одну минуту не мог ты сказать, что пусть будет. Тот, кто не хочет, пусть я этим являюсь. Они должны обязательно сказать плохое видение. Я не говорю плохое и хорошее видение, как оптимист и пессимист. Мы должны получать надежду от Бога. Это не имеет значения с пессимизмом. Несколько дней назад я читал об оптимисте. И оптимист опаздывает на поезд и стоит и радостно улыбается. Ему говорят, ты опоздал на поезд, а почему ты улыбаешься? Он говорит, зато приехал раньше другого поезда. Знаешь, я не говорю об этом сейчас. И что мы там так стояли, как глупцы улыбались. Я говорю сейчас о надежде. И здесь пророк говорит, а сейчас это провозглашение пророка. Он говорит, ты увидишь глазами, но есть не будешь. Знаешь, нормальные люди не поверили. Но в городе было четыре прокаженных. Эти прокаженные, те люди, которые вытаскивались из города и говорили, пусть они там умирают или исцеляются. И третий стих. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Если решимся нам, решиться нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И так продолжает историю. Четыре прокаженных, они принимают решение выйти и уйти туда. Пойдем туда, умрем. Сейчас или убьют нас, или эти четыре прокаженных идут так медленно. Но знаете, что происходит? Когда уходят четыре прокаженных, они услышали прямо голос этой армии и убежали. Чтобы правослашение надежды стало верой, многого не нужно. Четыре прокаженных – это самые низшие люди, которые приняли решение и пошли. Как Господь победил? Господь победил через четырех прокаженных. И они медленно идут. И каждый шаг, каждый шаг этих прокаженных, цари там слышали. Шаг войска. Каждый шаг надежды. Твой враг будет слышать шаги войска. Просто иметь правильное правослашение. И эти прокаженные, они пришли, нашли много хлеба. Не было никого. Они пришли в город и сказали народу, народ, идите есть, никого нету. И что скажут голодным людям, которые накрыт стол? Все побежали, в город побежал, чтобы есть. А этот сановник, он также побежал. И он увидел. Он увидел полноту пищи. Но он не съел, потому что народ сказал, что они затоптали его. Кого должны были затоптать? Именно его? Народ затоптал его. И он умер. Из-за своего неправильного правослашения. Возлюбленный. Имей правильное правослашение. Ты скажешь, если мне не нужна вера, я не верю, что мне делать? Вот именно в это время, правильное время правослашения. Возлюбленный, если у тебя нет веры, у тебя есть маленькая надежда. Это именно в эту минуту, правильное время для правослашения. Ты начинаешь правослашать и говорить, у меня все будет. Я это буду иметь. Я исцелен. Я освобожден. Я освобожден от долгов. Я исцелен от болезней. Но болезнь задушит тебя. Ты говоришь, я исцелен его ранами. И твоя вера. Аллилуйя. Возлюбленный. Римлянам. Римлянам. 15-13. В библейской школе кто учится сейчас? У вас хорошее время. Также будет служение лидерское. Завтра будет Джефф проповедовать. У вас чудесное время будет. И тем, как открыть место. Я Джеффа знаю очень-очень много лет. И те времена, когда Армения, на самом деле, она нуждалась в времени. Не знали, как использовать время. Он приезжал. И он давал нам маркетинг времени. И его уроки в Соединенных Штатах, они очень дорогие, чтобы участвовать. Он всегда нам бесплатно служил. Слава Богу за этого человека. Уже 10 лет он служит нам. Спасибо, Джефф. Пусть Бог благословит тебя. И так, 15-я глава, 13-й стих. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Знаете, когда я буду медленно сейчас читать, вы поймёшь. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости. Знаешь, радость и мир, когда приходят, когда приходит надежда. Наш Бог, Он не называется только Богом любви. Он называется также Богом надежды. Он источник надежды. Слава Иисусу. И знаешь, что Он тут говорит? И Бог надежды наполнит вас всякой радостью и миром, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Чтобы вы обогатились надеждою. Не так, чтобы добавилась наша радость и мир. Помните, Слово Божие говорит, что если ты просишь совершай, чтобы твоя радость была совершенна, без надежды этого невозможно. Знаете, так интересно. Интересная вещь произошла. Когда мы строили это здание, моя вера была так сильно наполнена, что это здание мы закончили. И когда мы только закончили и спустились на нижний этаж, что мы должны это кафе и всё сделать, моя вера кончилась. Я схватил голову и сказал, как мы будем это строить? Знаешь, что кажется, что всё готово. И армяне говорят хорошо, что слона съели, а хвост остался. И знаешь, что неважно, сколько маленькая вещь осталась. Если веры нету, то нету. Вера есть или нету? Знания построили, миллионы затратили. И остался этот хвост. И я схватился за голову и говорит, как мы будем это заканчивать? Откуда придут финансы? Потому что армяне сейчас в плохом состоянии. И слава Богу, что я не провозгласила это. Я только подумала об этом. Знаешь, как сильно, когда ты думаешь, а провозглашаешь другое. В своём разуме был хаос. Я скажу тебе, без Духа Святого мы попадём в хаос. Но в Духе Святом поднимется мера. В разуме у меня было в Армении финансов. Наше служение вообще не хватает нам финансов. Как это мы будем строить? Но внутри меня знаю, что говорил. Я говорил, Господь, мы закончим это. Мы начнём, и мы это закончим. Наше детское служение и всё остальное будет. И я сам внутри себя смеялся над своими мыслями. Потом родилась надежда. Родилась надежда, что это будет. Потом пришла вера. А сейчас мы ожидаем реальности. И скоро будет это. Слава Иисусу! Итак, если Господь говорит тебе, строй что-то, то строй. И этим наша радость будет совершена. Если бы этого не было, мы бы не смотрели. Мы бы пошли на нижний зал, и мы бы в грусти были. Но так как у нас есть вера, сегодня мы не живём видением. Мы ходим в вере. Аминь. У нас есть провозглашение надежды. Итак, возлюбленный, чтобы быть радостным им и находиться в мире. Пусть Господь... Тут написано, что... Да исполнит Бог надежды во всякой радости и мира в вере. Бог же надежды да исполнит во всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Аминь. Те же римлянам. Восьмая глава, 24 стих. Смотрите, что тут написано. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться? Скажите вместе со мной, когда ты что-то видишь, это не надежда. Кто в вере что-то видел, в Духе что-то видел когда-либо? Знаете, что это вера? Это не надежда. Надежда, она ничего не видит. Вера, она видит в Духе, что это уже есть, и она достигает. А надежда, она ничего не видит. Я не знаю, что это было. Но точно из техники что-то испортилось. Лампочка. А, это был просто воздушный шарик. Я благодарю за всех наших детей. Знаешь, эта трибуна, мы всегда оставляем его полпустой, потому что там мы сажаем всех детей и родителей, потому что с задней стороны там комната для кормящих матерей, которые могут кормить и слушать служение, и они могут там понести ребенка и скупать, поменять. И поэтому там шарик воздушный лопнул. Слава Богу за наших деток. Итак, посмотрите, ибо надежда, она не видна. Если мы что-то не видим, это правильное время для того, чтобы провозглашать. И снова я приведу пример на церкви. Меня один раз, однажды спросили, то есть меня брали интервью, и сколько я молюсь времени за здание этой церкви. Я сказал, что я молился до того, как эта церковь была, а потом не молился. Я сказал, как ты больше не молился. Знаешь, когда вера пришла, я начал видеть, я вообще перестал молиться. Люди думают, что до конца ты должен стоять в молитве вот так. Нет, если ты уже помолился и в духе, ты уже видишь, и тебе уже не нужно молиться, ты просто благодаришь Бога за все. Но бывает время, когда ты провозглашаешь надежды. У тебя есть надежда, что будет, будет. А после этого рождается вера, и вера становится реальностью. И я уверен, возлюблен, что в этой стране имеете провозглашение надежды, и родится вера, а вера станет реальностью. Аминь. А сейчас посмотри, место, даже дети любят. Это Евреям 11.1. Аллилуйя. Евреям 11.1. Глава 10. Вера же есть осуществление ожидаемого. Что есть вера? Вера это не просто пришла, написано, что это есть осуществление ожидаемого. Уверенность невидима. То есть сначала надежда, а потом вера. Сначала провозглашение, надежда, вера и исполнение. Право-возглашение, надежда, вера и исполнение. Когда мы провозглашаем? Когда ничего не бывает, ты провозглашаешь. У тебя есть надежда. Вера же есть осуществление ожидаемого. Уверенность невидима. Хотя бы скажи, я утешусь. Вера же есть осуществление ожидаемого. Уверенность невидима. Есть вещи, которые в твоей жизни не видны. В надежде мы ожидаем, и вере начинаем мы видеть, а потом это становится ощущаемым. Знаешь, один парень две недели назад пришел сюда, встал и, знаешь, что он был в депрессии. Я подошел к этому парню и сказал, он хотел встретиться за мной и поговорить. Я подошел к нему и сказал, что случилось. Он плакал, плакал, плакал. Я спросил, что с тобой происходит. Знаешь, что он сказал? Что сказать вам? Которое сказать? И я спросил, ну, важно, что тебя беспокоило. Потом он начал говорить. Можете помолиться? Я обмолился, и я получил в моем сердце одно. Я сказал, знаешь, что тебе скажу? На следующее служение придешь. У тебя все будет хорошо. Это провозглашение надежды было. Это не то, чтобы я верил. Я просто надеялся, что с ним все будет хорошо. Я его спросил, а ты веришь в силу Божию? Немножко раньше я читал, что силия Божия увеличена на вас. Веришь в силу Божию? Невозможно. Сейчас послушайте. Без крещения Духа Святого и силы Духа Святого церковь будет в хаосе. Когда церковь выйдет из хаоса? Когда крестишься Духом Святым и наполняешься? У нас одно крещение и много наполнений. Мы крестимся один раз, но наполнения каждый раз нам нужны. Две недели назад я здесь проповедовал, и все те, кто не крещен был Духом Святым, крестился. И это выводит церковь из хаоса. Я сказал ему, знаешь что, сила Духа Святого придет на тебя. И мы вышли отсюда в служение. Я помню, что он стоял, он прославлял Господа. И знаешь, что в этот день пришла сила Духа на него. И я спросил его сейчас, как ты? Нет у меня больше вопросов. Все вопросы разрешились. Я сказал, вообще нет вопросов. Он договорил, с чего начинать. Он говорит, сейчас даже одного нет, чтобы начать. У меня со мной все хорошо. Это надежда, вера и сила Духа Святого. Ты представляешь, человек стоит здесь и говорит, с чего начинать. И через час это сила Духа Святого. Что-то происходит с ним. И он полностью исцеляется изнутри. Он получает внутреннее исцеление. Итак, вера, это есть осуществление ожидаемого. И уверенность невидим. Несколько мест осталось прочитать. Римлянам 4.18. Написано это об Аврааме. И это одно из моих любимых мест. И знаешь, что сегодня я могу взять только это место. Но очень много мест есть. И я люблю очень это место. Римлянам 4.18. Он сверх надеждой поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. Подсказанному, так многочисленно будет семя твое. Слово было об Аврааме. Без надежды надеждой поверил. Можете мне объяснить, что значит без надеждой надеждой поверить? Кто читал то место, что надежда не постыжает? Все, правда? Итак, возлюбленный, я задам тебе один вопрос. Тот араб, который говорил, что Иерусалим будет наш, это надежда постыдит его? Тот ребенок, который сказал, что я буду играть в Реале Мадриде. Почему я привел этот пример? Потому что можешь сказать, ну, может быть, будет играть, потому что столько лет прошло, уже прошло, уже не будет играть. И сейчас я знаю его, он точно не играет. Он вообще далек от футбола. Он будет играть? Эта надежда постыдит его? Конечно, постыдит, потому что это неправильная надежда. Очень есть много неправильных надежд, которые постыдят. Но когда умирает наша человеческая надежда, рождается божественная надежда. Рождается божественная надежда. Знаешь, как она рождается? Где рождение надежды божественной? Ты очень плохо себя чувствуешь. Как у кого было, как будто весь ад на тебя напал. Ты себя очень плохо чувствуешь. Я могу поднять свои две руки, опустить, поднять, потом снова поднимать и поднимать. У всех бывает такое. У кого бывает падение, упадок веры? У меня бывает. Но как мы восстанавливаемся? Ты звонишь кому-то, например. Например, ты звонишь кому-то и говоришь, послушай, мне так плохо. И он говорит тебе, значит, это уже конец. Так ты и будешь в этом состоянии находиться. И ты сложишь трубку и говоришь, хорошо, я позвоню другому, это другое, и мне скажут слова веры. Ты звонишь и говоришь, мне так плохо, так плохо. Ситуация он тебе говорит, послушай, очень ужасная твоя ситуация, я не знаю, как должно быть. Но давай верить, что будет хорошо, но очень плохая ситуация. И ложи трубку. Звонишь третьему человеку, третий берет трубку и говорит, послушай, я недавно кого-то встретил на тебя и сказал, твоя ситуация ужасная. И ложи трубку, кого ты не звонишь, все говорят так же. Это смерть надежды, и ты становишься так, ты сам собой, и начинаешь молиться и говорить, все будет хорошо. И вдруг, внутри тебя, ты не знаешь откуда, рождается единственная надежда, которая превращается в веру, которая все эти вопросы разрешает. Слава Иисусу! Возлюбленный, именно это, что без надежды, надеждой поверил. Ни с какой стороны не было надежды. И потом следующее слово, смотри, как сильно написано. Я люблю Божье Слово. Евреям 7,19. Евреям 7,19. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И так, ибо закон ничего не довел до совершенства, он не может спасить тебя, но в эту минуту заходит совершенная надежда, через которую мы подходим к Богу, который рождает вера, вера приходит к Богу, эта надежда не посвящает, и эта вера исполнит на 100%. Давайте громко поаплодируем Господу. Аллилуйя! И последнее место я буду читать вам сегодня. Евреям 6,11 стих. Евреям 6,11. Желаем, желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказал такую же ревность до конца. Скажи до конца. Знаешь, вера, я не знаю как, но надежда, ты держи ее крепко. Сейчас послушай, возлюбленный. Сейчас у нас бывают упадок веры, бывает упадок веры, бывает. Бывает разочарование. Но знаешь, что нужно держать до конца? Это надежда, что все будет хорошо. Надежда, она восстанавливает, она оживляет наше духовное состояние. Надежда, она оживляет нашу веру. Надежда, она оживляет наше положение в Боге. И вот почему он говорит, вера, надежда, любовь. Из них больше любовь. Но вера, надежда и любовь. Без надежды невозможно приобрести веру. И знаешь, что, может быть, сегодня пришло время, что у тебя было провозглашение надежды, что веры ничего нет. Но просто в надежде провозглашаешь. Когда ты будешь провозглашать, в этот день родится вера. В этот день, через несколько дней, родится вера. У веры будет плод. А вера, она, уверенность, осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. И потом ты будешь уже ощущать. И поэтому до конца нужно держать веру, надежду. Надежда вернет твою пропавшую веру. Каждое разочарование уберет. Только имейте надежду. Имейте провозглашение надежды. Может быть, сегодня начнется духовная работа для нашей жизни. Те вещи, которые мы разочарованы, ты начинаешь провозглашать. Сначала трудно. Твой разум по-другому говорит. А ты провозглашаешь. Это будет. Я провозглашаю. Это будет. А потом ты молишься. Молишься языками, духом. А после этого начинает твое провозглашение верить. Потом ты видишь это. А потом, видимо, оно станет чудом. Чудом. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбленная церковь. Сегодня мы будем молиться за восстановление мертвой надежды. Потому что написано без надежды. Надежду поверил. Если нет внутри тебя надежды, пусть у тебя появится надежда в Боге. Води все станем сейчас и будем молиться. Пусть эта песня будет также молитвой для тебя. В трудные моменты ты надежда моя. Ты верен, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Через интернет. Господь наш Бог, мы просим, чтобы восстановилась надежда каждого. Та потерянная надежда во имя Иисуса Христа, пусть придет исцеление, пусть восстановится их надежда, которая родит веру, и вера чудо. Во имя Иисуса Христа наполни, Господь здесь каждого. Жизнь каждого укрепи, наполни во имя Иисуса Христа. Перед тем, как продолжим молитву, годы назад я говорил с одной женщиной, она рассказывала. Конечно, она потом рассказала. Она сказала, я потеряла надежду. Она была замужем, уже взрослая женщина, у нее дети. Но она сказала, я всегда мечтала рисовать. Просто рисовать. Я очень любила, может быть, эта сестра сейчас здесь, она вчера была, одна из сестер нашей церкви. И знаешь, в библейской школе, знаешь, она получила слово, что снова начнете мечтать. Потом вы поговорили, что нет границ для возраста, для надежды и мечты. И у меня появилась надежда, что я снова рисую, а потом пришла Вера. И знаешь, что через два года, прошли годы, она меня пригласила рядом с Киномосквой на свою выставку. Муж спонсировал. И открылась там выставка и рисование. И она подарила мне один рисунок. Раньше муж не спонсировал, никто не открывал путь для нее. Знаешь, но надежда, ждать вера. Вера, она заставила и мужа спонсировать, и всю эту выставку организовать. И так будет с тобой, если ты не потеряешь надежду про возглашение, будешь верить во имя Иисуса Христа. Господь мой Бог, я молюсь за каждого члена церкви, чтобы надежду про возглашение никто не потерял. И чтобы никогда не потерял надежду, которая превратится в веру. А вера станет свидетельством. И я сейчас уверен, что эта церковь, она победит словами свидетельства своего. Мы высвобождаем силу свидетельства в этой церкви, силу Духа Святого в этой церкви. По всему миру пусть распространятся свидетельства. По всему миру пусть распространятся вера их. Будем крепко держаться нашей надеждой. Благословитесь каждого, Господь, чтобы с этой минуты начнут провозглашать во имя Отца и Сына Святого Духа. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Возлюбленная церковь. Это только начало. У вас есть работа дома. Знаете, вчера я рассказывал один сон. Сегодня я тоже хочу рассказать его. Очень интересный сон я увидел позавчера. Я никогда так особо не принимаю сны, но некоторые сны нужно принимать во внимание. Знаешь, что я увидела во сне? Как будто на стадионе сидели члены нашей церкви. И я спрашиваю Артура Гижлариана, я спрашиваю, сколько человек, я всегда спрашиваю на конференциях, сколько стулов поставили. Он посчитал и сказал, послушай, мне кажется, 4000 человек, ты мало говоришь. Он говорит, нет, мы правильно посчитали. И вдруг я поднялся на сцену, я увидел, что все на красивых стульях так сидят, те стулья, которые он считал, но спереди, как будто по сторонам деревянные. Ты помнишь деревянные стулья? Когда ты вставал, они раскрывались раньше в кинотеатрах. И я сказал, точно, Артур не посчитал эти стулья. Где-то 4000 стульев было там. И когда эти стулья собрались, чтобы убрать, везде было удобно собрать. Там было трудно, потому что были непроходимые места, как будто разломанный асфальт там был. И когда я проснулся, я сказал, Господь, что это? Объясни. И потом я понял, что Господь мне показал, что состояние духовное многих людей в церкви. Кажется, что он в церкви, что все хорошо, но их духовное состояние, как будто такие места труднопроходимые, как будто они на разломанных стульях сидят. Знаешь, ваши молитвы, провозглашения надежды, они разровняют ваши места. Есть люди. Может быть, ты сейчас смотришь по интернету меня, и тебе лень приходить в церковь. Ты в Ереване, и ты не хочешь в церковь прийти. Ты говоришь, я по интернету посмотрю, по компьютеру посмотрю. Послушай, не убегай от общения с братьями и сестрами. Не убегай от того, чтобы говорить с кем-то. Потому что всю жизнь будешь ты в бегах, если не придешь. Имей характер церковный, чтобы твоя надежда превратилась в веру. Имей это. Имей общение в церкви, возлюбленный. И я верю, что эти стулья, духовное поле, оно разровняется. Сегодня, возлюбленный, мы возьмем веру. Проозглашение надежды. И дома начни молись. Невозможно, чтобы этого не произошло. И это станет реальностью. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.